Главный тренер футбольного клуба Иркутска. Ваши постаматчевые комментарии. Обе команды сегодняшних соперников начали сезон ниже ожиданий. Понятно, что команды Санкт-Пербурга задача, не знаю, насколько я слышал, занять первое место и выйти в следующий дивизион. Ну и мы тоже неудачно, так скажем, стартовали. Поэтому ясно было, что игра будет от ножа. Ясно, что оба соперника не хотели уступать друг другу, набирать очки. Уступать уже, что называется, некуда. Поэтому она такая и получилась. То, что касается нашей игры, очень многое, скажу, получилось в атаке. Очень много. Но очень много не получилось в оборонительных действиях. Особенно по первому тайму опорная зона просто по большому счету не сыграла так, как должна. Отсюда и те пропущенные мячи, которые явились следствием этих эпизодов. Ну, в целом, хочу поблагодарить болельщиков прежде всего. Спасибо за прием Черемхова. Спасибо за нашим болельщикам, кто приехал из Иркутска. Атмосфера на состоянии была просто шикарная. Надеюсь, зрителям понравилось. Понравился матч. К сожалению, конечно, что мы не смогли выиграть. Но в целом, я думаю, это шаг вперед. Намного лучше мы сыграли, чем в предыдущей встрече. Константин Владимирович, а вот такие результаты 3-3. То есть они понятны в дело. На раз болельщик много забитых мячей. А как для тренера? Для тренера одного. И то, что я сказал, конечно, в оборонительных действиях. Но очень много позволили. Особенно в первом таймпсе. Очень много. Конечно, не хотелось бы доводить до того, чтобы игры выстрелы возникали в наш город. Вот предыдущая игра и сегодня. По содержанию, я думаю, какие-то вопросы есть в команде. А чего все-таки не хватило для побед? Для победы не хватило, может быть, заряда, такой искры, игровой в первом тайме. Я думаю, что это самая главная причина для того, что мы сегодня не смогли победить. Главный тренер команды «Динамо» Санкт-Петербург, Николай Николаевич Котовец. Николай Николаевич, пожалуйста, Ваш послепачивый комментарий. Ну, сейчас, когда он по горячим, всегда очень трудно. Эмоциональный фон отрицательный. Потому что, наверное, у нас три соперника будет со мной согласен. Считаю, что мы упустили победу. Конкретных причин, мне сейчас озвучивать не хочется. Это новый командный разговор. А так, мы знали сильные стороны соперника. Знали, на чем мы будем строить игроки. В принципе, понимали. Он, видимо, значит, не доработал, раз все-таки позволил реализовать с формальной высотой. Ну, и так одну деталью могу отметить то, что не в качестве оправдания, а то, что, конечно, введя в счете три-один, в бойный момент их надо реализовывать, и тогда таких не было окончательно. Николай Николаевич, а вот в целом для команды уже сыгран седьмой тур, как вы можете этот небольшой отрезок оценить для «Динамо» и «Самокетербурга»? Ну, не довольны своим турнировым положением. Мне не довольны ни футболисты, ни руководства, ни тренерский штаб. Мне не довольны тем, на каком месте мы сейчас находимся, и тем положением идет, как это происходит. И вот еще один вопрос. Просьба оцените, пожалуйста, атмосферу вокруг сегодняшнего матча. Иркутс также проводил в Черемково свою первую игру. Ну, конечно, при таких трибунах, в принципе, любой спортсмен, ему понравится играть в таких матчах. Я думаю, ну, в общем, ну да, такая хорошая футбольная атмосфера. И только не то, что поблагодарить, а как отметить, что молодцы болельщики вообще здоровы. Атмосфера чисто футбольная, поддерживает свою команду. Ну, и гостевой команде, с одной стороны, вроде тяжелее при таких регионах, а с другой стороны, когда стадион ревет, шумит, это мотивирует футболиста на более активные действия, на более активные действия.